Привет! Рано или поздно каждого музыканта посещает мысль о покупке домой клавишных инструментов. Потому что они на самом деле решают многие задачи. Например, запись барабанов на дому. Да, обычно это делается на клавишных. Запись бас-гитары, струнных, всего чего у вас нет. Плюс есть такие задачи, как в принципе для музыканта изучение и понимание теории музыки с альфеджио. А это всегда нагляднее на клавишных. Занятие вокалом в том числе удобнее всего все-таки на клавишных. Да и сам по себе фортепиано как музыкальный инструмент звучит богато, тембрально, интересно, понятно всем. То есть если мы возьмем, скажем, электрогитаристов, как касту, да, и отделим от всего коллектива звучание электрогитары, то копаться в этом жужжане это чисто кайф гитариста. А вот кавери на клавишных. Это понятно всем. И кайфуют в этот момент все. И не сказать, что это прям сложный инструмент. Если у вас есть какое-то базовое понимание музыки, знания, чувства ритма, да, вы уже на чем-то играете, то подосвоить клавиши на том уровне, чтобы сыграть известные композиции, саундтреки и, так сказать, впечатлить женщин и близких, это не особо много времени. За полгода уж точно уверенно освоите. Следующая мысль, что тебя посещает, а что купить? Потому что вариантов-то много, и первая из них, это, конечно же, медиквала. Казалось бы, клавишные, да, но при покупке ее ты, с точки зрения экономии, получается, продуман. Так ведь здесь нет ни динамиков, ни мозгов, каких-то своих звуков. То есть ты фактически экономишь. Однако потом подключу ее к компьютеру, наложишь любые звуки, и вуаля, идеальное решение. Компактная, легкая, несмотря на то, что как я ее поднял, это я такой дрищ. Вот, и как бы все замечательно. Но есть еще синтезаторы. Казалось бы, тоже не особо дорогая штука, похожа вот на это, но есть динамики. И уже не обязательно подключать к компьютеру, можно подключить к компьютеру, но можно и поиграть самостоятельно, позаниматься. Допустим, если вам не всегда хочется, или хочется отвезти ее на дачу, может быть. А есть еще фортепиано. Они большие, тяжелые. Да, конечно, не как деревянные, потому что это все-таки электрофортепиано. Более современные вещи, их много всяких разных. И у них тоже есть свои мозги, свои динамики. И на самом деле они стоят столько же. Но существует миф, что они больше, значит, дороже. В наше время уже одинаково. Так вот, что же выбрать-то? Казалось бы, все выполняет одно и то же. И как бы все плюс-минус в одной цене, о чем мы сегодня поговорим, если будем именно брать адекватные модельки. Я прошел, прохавал весь этот путь с самого начала. От синта из Ашаны за 2000 рублей. Что я продал на Авито, не знаю, ну, может быть, неделю через 4, потому что понял, что невозможно так жить. Потом через бюджетный синтезатор. Потом через гибриды, синта и пианино. Потом на пианино. Потом я работал в музыкальном магазине много лет и продавал их каждый день вместе с медиклауми, синтами и пианинами всех мастей и разливов. И вот я здесь, чтобы расставить все точки над «и». Сегодня поговорим о том, что и кому конкретно нужно покупать. Ну все, поехали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, давайте начнем с MIDI-клавиатуру. Это моя, Нектар. Средне-бюджетная, средне-размерная на 49 клавиш. Но они бывают и совсем компактные на 24 клавиши и полноразмерные на 88, как у этого фортепиано сзади меня. Что же отличает MIDI-клавиатуру по своей концепции от синтезаторов и фортепиано электронных? Дело в том, что это манипулятор. Манипулятор для создания редактирования музыки в секвенсоре. Переведу. Существуют такие штуки, как звукозаписывающие программы. И в них ваши музыкальные инструменты записаны подорожочно. Так вот, если вы зайдете внутрь дорожки, то вы увидите, что она представлена вам такой сеткой, как в морском бое. Там будут две оси, у нас условно XY. Здесь указывается высота ноты, а здесь длительность, сколько она звучит. И вот все это рисуются такими квадратиками. Ноты на определенной высоте и определенной длительности. Так вот, создавая музыку, вы можете все это нарисовать мышью. Каждый квадратик по отдельности, но это долго и неудобно. Если вы владеете налогом игры на клавишных, ну хоть каким-то, то вы можете использовать MIDI-клавиатуру. И сразу записывать прям аккордами все эти квадратики. И неважно, какой звук вы сюда положите. Барабаны, записанные в профессиональной студии, реальные звуки, да. Бас-гитару, всего, чего у вас нет дома. Любые струнные, скрипки, что хотите, духовые. Все это можно будет написать с помощью MIDI-клавиатуры. Замечательное решение, казалось бы. Поэтому у них столько еще всяких регулировок, тумблеров, что, кстати, не всегда работают, да, пэдов. Всяких вариаций манипуляции. То есть это манипулятор для создания и редактирования музыки. Но есть нюанс. Большинство покупателей, MIDI-клав, не пианисты. Я даже вам больше скажу. Чаще всего их покупают под рэпчик. Чтобы прийти домой и буквально одним пальцем записать сначала бас-бочку. Тык, 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 тык. Потом тарелку. Потом барабаны. То есть многие барабанчики умеют прописывать именно свои партии на электронных ударных на ферлопиано. Но делают это всеми пальцами. А тут по одному звуку. Потом бас по одной ноте буквально. Вот. И производитель, когда создает подобную клаву, он, ну, он знает соц львого покупателя. Существуют от этого такие маленькие клавиатурки на 24 клавиши, где, в принципе, достаточно одной рукой, вот, несколькими пальцами потихонечку набивать музыку. У вас сколько хотите дублей, сколько хотите возможностей редактирования. В конце концов, мышью можно там подредактировать что-то, если где-то вы тут пальцами не можете попасть. Вот. И отсюда выливаются следующие нюансы. Во-первых, ну, их клавиатуры далеки от фортепьяных. Нет никакого ГОСТа и нет никаких требований к качеству, в принципе, клавиш на меди-клавиатурах. И если возьмете даже, казалось бы, брендовые маленькие Акай, то окажется, что на них почти невозможно играть, потому что клавиши там маленькие, а еще у них какой-то бесконтрольный ход. Даже здесь, на этой меди-клавиатуре, что, в принципе, ну, неплохая, смотрите. Я нажимаю на клавишу, как бы пришел, ее конечную точку, и могу еще ее значительно продавить. Она прям далеко еще продавливается. И если я зажимаю аккорд, то есть, допустим, какие-то три ноты, то каждый палец у меня по силе отличается, и я еще могу их немножко продавить. Здесь более-менее. Но плюс-минус, в зависимости от меди-клавиши, клавиши легкие. Ты не чувствуешь вес. Плюс у них отличаются, опять же, габариты, глубина хода у всех отличается, качество клавиш, прямо скажем, не очень хуже, чем на синтезаторах, чаще всего в одной и той же цене, чем на домашних синтезаторах, можно сказать, для детей, что берут. Вот. И отсюда научиться играть прямо вот на меди-клавиатуре, это дело немного сомнительное. Это, скорее, именно инструмент для создания музыки. Большие, по-моему, размерные меди-клавиши бывают, но и стоят они порядочно. И это уже выходит за пределы того, что обычно смотрит начинающий, собственно, музыкант, или музыкант уже с опытом, на что решил заиметь клавишный. Обычно все это рассматривается в пределах 30 тысяч рублей. Так вот, в пределах 30 тысяч рублей вам доступны только, ну, можно сказать, бюджетные модельки. Качественных клавиш там не будет. И если вы заметите по моей аквалатуре, а она такая, все немножко в пылице, со временем, я вам скажу так, все, что не идеально, все, что неудобно, все, что не работает само по себе, отметается. То есть все дополнительные функции, второстепенные, вторичные, хотите я, функции вы постепенно перестаете ими пользоваться, потому что неудобно. Эту клавиатуру я использую только для написания музыки в итоге. То есть, казалось бы, идея изначально идеальная, сэкономить на отсутствие динамиков, да, на отсутствие внутренних мозгов, подключить к компьютеру и учиться играть. Но за счет того, что обучение игре на клавишных, это не только звук, да, вы можете повесить качественные звуки на сигнал с клавиатуры на компьютере, скачав их туда, но дело в том, что обучение какому-то музыкальному инструменту, это в первую очередь тактильная часть. То есть это именно обратная связь от того, что вы делаете своими руками. И на ней очень многое завязано. То есть не только качественный звук, что оттуда выходит. Важно именно освоить этот механизм, эту тактильную связь, которой здесь нет, к сожалению. Так еще и, в принципе, понимать обратно вот эту все поищение динамику. Итого, MIDI-клавиши замечательная штука для написания, для работы, да, именно с звукозаписывающей программой. Или же, если вы берете именно премиально хорошую вещь, для выступления, в том числе, иногда используют, потому что именно рабочие станции или синтезатор для выступления стоят уже, ну, 300 плюс тысяч рублей. Это еще несколько лет назад было. То есть, поэтому тут уже идут иные компромиссы. Но в первую очередь это манипулятор. Да, на нем можно условно учиться играть на клавишных, если взять побольше размером, но тогда вы уже не экономите на размерах. И опять же, если вы хотите получить более-менее какие-то клавиши, вы точно уходите за 30 тысяч рублей. Уж точно. Давайте я вам объясню, в чем вся суть MIDI-клавиатуры. У меня сейчас перед глазами EWARIS ProMit 25. Это означает то, что это компактная клавиатура на 25 клавиш. При этом они здесь полноценные, полноразмерные, с чувствительностью к нажатию, даже с рисками, как под настоящий акустическое фортепиано. Я вам покажу на фотках, может, поближе, потому что на камере, скорее всего, здесь не будет видно. Но смысл в чем? Почему я говорю, что важна чувствительность к нажатию? Синты, особенно аналоговые, очень сильно от нее зависят. Смотрите, мы сейчас включим. И вот звук. Видите, как он меняется? То есть, именно от силы нажатия и от контроля именно этого нажатия вы можете изменить само по себе звучание синта. Тем более, здесь море, они очень сильно отличаются между собой. То есть, по сути, есть такие а есть всякие арпеджиоаторные, да? При этом, количество клавиш не столько важно, так как аналоговые сами по себе синты, они не понимают многосложные аккорды, как в случае с фортепиано. Здесь, если мы возьмем, скажем, даже вот три звука, вы услышали только, по сути, средний сам по себе, а остальные не слышны. Да, можно добавлять. Но это немножко иная логика. Дальше. Помимо клавиш, у нас здесь сразу есть пэды, чего, скажем, не будет на фортепиано, если вы подключите его как MIDI-интерфейс. Они тоже могут работать как именно синтовые, но нас интересуют, допустим, барабаны. Набить барабаны мы хотим. Включаем. Звука нет. Но есть кнопка ProBank, чтобы не лезть куда-то там, что-то перезначать. Нашли. Переключили, пожалуйста, банки. Нашли. А что, если нам не нужна вот эта динамика? Мы просто хотим стабильно звучать электронным барабаном, вот жирную бочку. Есть кнопка Full Level. Нажали ее. Пожалуйста, удобно. Если хотим набить на клавишах, где она тут? Не видать. Появилась, потому что мы можем транспонировать эту клавиатуру ниже и выше с помощью кнопок Октавы плюс-минус. Хотим переместить именно аппликадурную все это, то, пожалуйста, есть транспозиция. Как хотите, под руки себе забьете. Помимо этого, есть функциональные клавиши, всякие крутилки, есть физические, что, кстати, тоже на маленьких клавишах не всегда встречается, именно в медюхах. Это pitch и модуляция. Если мы вернемся с вами в синты, то у нас здесь будет, допустим, это здесь работает, она, ну, по большей части, как громкость. При этом это не всегда, опять же, так случается. Допустим, если мы поищем... Видите, оно как бы здесь может и кривую условно менять, да? То есть это все собрано в одном комплекте. Это удобно. В отличие от фортепиано. Вы можете на угол поставить эту штуку сам по себе, работать и любые второстепенные партии, допустим, если вы гитарист, да, как вот на моем канале гитаристы, уже в основном, барабаны забить, какие-то либо синтовые, басовые, все здесь спокойно вот сразу себе добить. Все, что нужно, этого будет достаточно. И это будет удобнее, потому что фишка медиклатуры это компилирование всех инструментов вот на одной маленькой панели. Такой кухонный комбайн для музыканта. При этом у нас тут еще конкретно есть MIDI, да, а вот, то есть можно закоммутировать с аналоговыми синтами, ее можно синхронизировать, ее можно подключить в внешний аудиоинтерфейс, сэкономить USB, один, чтобы не подключать. Сюда подключается еще педаль, и все это вот на такой вот компактной штуке. Кстати, очень важно смотреть, чтобы была устойчивая, вот здесь вот шесть ножек, и она устойчивая. Это важно, потому что когда вы набиваете барабаны, здесь именно сам контакт, чтобы он не двоил, чтобы он точно атаку передавал, динамик передавал наш пэд, они тоже реагируют на динамику, чтобы это все было. Очень важно, чтобы девайс был в принципе качественным. Вот. Это по медиклам, думаю, понятна концепция. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так вот, в синтезаторе есть все. Здесь надо поделить их на определенные классы. Существуют начальные домашние синтезаторы. Их основная проблема и недостаток то, что они не понимают силу нажатия на клавишу. То есть, сама по себе нота и музыка состоит из звуков. Эти звуки отличаются не только по высоте, по длительности, но еще и по громкости. Вместе с громкостью они также меняют и тембр. То есть, когда вокалист поет, он может сказать шепотом слово, ноты. Условно, даже чуть-чуть пропеть субтоном как-то. Может средне, может закричать их. То же самое на фортепиано. Что такое фортепиано? Как это переводится? Фортепиано — это громко. Пиано — это тихо. Это ключевая концепция и особенность этого инструмента. Поэтому это называется фортепиано. Он позволяет играть тихо и громко, с динамикой. И пианист, он насколько осваивает этот навык владения фортепиано, настолько глубже передает эмоциональную краску именно композиции. Так вот, домашний синтезатор этого всего не умеет. То есть, как бы вы ни нажали на клавишу, вам всегда будет выдавать он один и тот же звук. Как вот, как робот. Как будто, представьте, вы всю композицию поете с одинаковой громкостью, вот просто идеально вылизанно. И даже если вы умеете играть на клавишных, на таком синтезаторе будет звучать как на игрушке. Такие синтезаторы подходят для занятий с детьми. Начальная теория музыки, музыкальные интервалы, ноты, чтобы они начали отличать вот этот звук выше, этот звук ниже, на такие вещи. И их цена отличается, там, ну, начинается буквально с 5000 рублей, и идет до 25. Почти все синтезаторы до 20-25 тысяч будут без понимания силы нажатия, без динамических оттенков. Вот такими игрушками начальными. В чем отличие, то, что синтезатор за 5000 рублей, он, условно, прослужит, там, год, и у него будут клавиши променяться, как у медиквалиатуры, то есть, там, никаких вот таких вот... Никто особо не старался сделать музыкальный инструмент, а динамики хрипеть, темпы, там, ну, так себе. Так вот, за 25 вы купите Yamaha, и это все еще не музыкальный инструмент. Она не звучит как музыкальный инструмент, и не сможет вас ничему научить точно. Но она будет сделана качественно, и служить вам веками. Вот. Где-то вот 30 тысяч рублей, буквально, с базовых, там, Yamaha Casio, допустим, 373 модель, сейчас они, там, меняют ее каждый, там, сколько-то лет. Каждые 7, там, была 353, потом 363, 373, по факту считаю одно и то же. Так вот, начинаются начальные, бюджетные, домашние синтезаторы. Уже понимаете. Никаких особо звуков красоты они вам не дадут. То есть, там, самые примитивные процессоры, динамики, тембры, там, полифонии будет 48, вообще, минимальных. Полифонии, это косвенный показатель, отвечающий за количество звуков, абертонов, сколько вы можете выдать. Ну, и то же самое, мощность процессора тоже, она, напрямую, обычно коррелируется с полифонией. Так вот, я об этом рассказывал, будут видео вот здесь, здесь, где-то здесь, ищите. Я много чего рассказывал полезного, клавишного, все интересного было. Так вот, что касается этих синтов, мы опять переходим к цене в 30 тысяч рублей. И здесь, основная концепция, по-прежнему, там будут композиции, ритмы, порядка 300 и того, и того. Они будут звучать, ну, немножко устаревше. Современных точно там вы не найдете. Но, так или иначе, вы также можете выбрать звук фортепиано и начать играть. Да, это будут легкие пластиковые клавиши, но, тем не менее, у него есть свои динамики, да, и у него есть свои тембры. Вы можете не только подключать компьютер, но и поставить спальный, скажем, ребенку вместо сказки сыграть колыбель. Почему бы и нет, они это любят. У меня вот пес очень любит, когда я играю на моноинструменте. Вот дабстеп нет, это не его, а вот что-то на моноинструменте понятное. Они еще пение любят, но не мое, конечно. Но, вы должны понимать, что, в принципе, это комбайн. Это комбайн, где много звуков, много ритмов, много композиций. И так, чтобы он отдельно был заточен под обучение игре на клавишных, такого нет. Поэтому их нельзя покупать в музыкальной школе. Если ваш ребенок пойдет в музыкальную школу, вам скажут, нет, синтезаторы покупать нельзя. Потому что вы, даже если научитесь на нем что-то тыкать, это будет не то. Вы не поймете, не познаете фортепиано, и вас придут переучивать, у вас руки будут не так поставлены, потому что тяжесть клавишных фортепиано заставляет по определенным с ними работать. Во-первых, это большее количество динамики, отзывчивости. Во-вторых, это совсем иная механика, соответственно, другой инструмент. И по-другому стоят руки, по-другому они начинают работать и так далее. Вот. Поэтому синтезаторы не допускаются для обучения именно на фортепиано. Все-таки это отдельный музыкальный инструмент. Но, та же самая история. Существует и более серьезный синтезатор, то есть рабочая станция. Там уже звуки серьезные, и там уже все заточено под создание тембров. То есть, если здесь это такая базовая самоиграйка, поиграть под композицию, то там под создание тембров. И они уже стоят порядка сотни тысяч рублей. Это для профессионалов, для выступлений в том числе. Вот такая штука синтезатор. От и до. Совсем игрушки. Нечто среднее домашнее. Потом идет сегмент что-то там плюс-минус, более-менее клево звучащее, но не профессиональное. И в конце дорогие профессиональные штуки. Ну, а теперь пробежимся по синтезаторам. Передо мной тоже A-Worries F88. Спасибо вам, ребят, что присылали, потому что я изначально снял без примеров по синтезаторам и MIDI. Потом подумал, что ну как-то нечестно, что только в качестве пианино вот примеры. И это вот то самое, о чем я говорю. Это как раз-таки, в принципе, детский синтезатор, обучающий. Его основная задача обучать. Звучит он, конечно, попроще, естественно, сам по себе. То есть, здесь может что-то играть, допустим. Но здесь у нас есть, во-первых, наклейки сразу идут на клавиши ноты, изучать микрофон для семейного досуга. Да, у мембраны простецкие, но вот чтобы вот с детьми все-таки было весело. Педаль, полный комплект, здесь у нас есть пюпитер сразу, это все понятно, подключается по USB, питается от него. Он легкий сам по себе, несмотря на то, что он большой, полноценный, полный размер, 88 клавиш. Он складывается, чтобы переносить, перевозить. И здесь есть именно обучающая программа. То есть, здесь весь функционал смещен на то, чтобы было тысяча ритмов, тысяча тембров, тысяча композиций. Флешка вставляла с mp3, то есть, можно на фоне включить блютуз. Вот вы смотрите, вы включаете какую-либо композицию, допустим, демо. Но это жестко. Давайте попроще включим. И вот тут вот. Убавлю. И вот здесь вот вам не видно, но здесь клавиши горят. И я как бы должен за ними успевать. То есть, смысл в том, что тут есть обучающие композиции. Да, они довольно шустрые, классические композиции. Но их можно замедлить, выучить сначала одной рукой по загорающимся клавишам. Потом ускорить все это дело, побыстрее сыграть. Есть ритмы те же самые, можем включить какие-либо. Можем отрегулировать громкость. Есть, ну, соответственно, тонов здесь тоже много. Ну, и, собственно. Так, это громкость, а ритмы, тоны у нас... Ну, вы поняли. В общем, эта штука, она граничит с удобством, функциональностью, развлекаловкой. Но вот это вот конкретно, ну, заточено под обучающий процесс. Ну, и, конечно, то, что классно, то, что ее можно просто взять. Здесь у нас также есть сзади. Подключить наушники, чего вы не подключите к медикватуре, естественно. Ну, помимо микрофона я, педаль сустейна сюда же подключить можно, да, у нас. Есть USB-выход, чтобы тоже использовать как медикватур. Но мы уже выяснили то, что полностью для удобства всего необходимого... Всех необходимых элементов управления вы не найдете ни на чем, кроме медикватуры. Ну, и вот здесь у нас есть кнопочка. Мы ее, хоп, сделали. И вот, взяли, сложили в машину и погнали на дачу ребенку наушники. Пускай занимается. Субтитры подогнал «Симон» 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 Плюс еще синтезаторы обычно в глубину уходят кучей крутилок, дисплеем, надписями, подписью каждого тембра. То есть, тоже побольше, потяжелее, но не прям запредельно. По цене. На самом деле, по цене, если мы, как сегодня с вами убедились, начальные домашние синтезаторы, что можно покупать, стоят от 30. Это я сейчас довольно-таки бережно к вашей психике называю модельки. Что касается медиклав, тоже все это около 30. Так вот, фортепиано, начальный, если мы берем, того же сегмента, на ту же аудиторию, по те же цели, условно, стоит от 20. То есть, несмотря на то, что они большие и тяжелые, они на самом деле-то, в общем-то, не дороже. Вот эта моделька стоит уже до 30+. Но это уже, можно сказать, флагман компактных фортепиано. Чтобы вы понимали, ну да, насколько они тяжелее, то есть и больше. Давайте я вам коленки закину. Главное, микрофон не задеть. Но, что тут нужно усвоить по концепции? Чем отличается именно цифровое фортепиано? Да, оно также подключается по тому же самому медикабелю. Как и медиклатура к компьютеру. И вы также можете положить сюда любые звуки, какие захотите. И барабан, в том числе. И да, в них тоже бывает куча тембров, встроенных мелодий. Вот в этой, собственно, фортепиано, потому что это GSB-P300 уже, да. То есть, как я сказал, она уже такая средняя хай-эндовая. А тут у нас 238 тембров. Но обычно фортепиано их 8-12. То есть, здесь есть барабаны, тембры, встроенные композиции, дисплеем. Но, по своей концепции, что такое фортепиано? Это когда вы не хотите переплачивать за количество звуков, каких-либо манипуляторов, крутилок. Вы платите только за качественную клавиатуру и звук. И ваша задача научиться играть на фортепиано в соло. Научиться играть на клавишных, как это делают пианисты. В соло ты сел, и ты сам играешь просто полноценную композицию. Она узнается, она понимается. И вот для таких целей покупается именно фортепиано. И здесь важная особенность. Начальный фортепиано, даже самый начальный фортепиано, уже подходит для занятий в музыкальной школе полноценно. Потому что даже самая бюджетная будет иметь полноценную 88-клавишную клавиатуру с молоточком-механикой. То есть, здесь будут клавиши потяжелее по ходу. Здесь полегче, со всеми оттенками. Они будут по ГОСТу, по ширине, по длине, по глубине хода. И отличие здесь в чем? Бюджетная фортепиана, то есть, имеют тоже молоточковую полноценную по ГОСТу клавиатуру. И этого достаточно для занятий и для отработки, и для обучения игре на клавишных инструментах на фортепиано. Но чем больше вы платите, тем мощнее у вас динамики, тем богаче у вас тембр, проработанность вашей обратной связи в плане динамических оттенков. Какие-то лицензионные тембра уже появляются сами по себе, именно зарегистрированные звучания. Больше выходов концертных, больше функционала. Вот, например, я это все объясню. Ну, самое первое, самое первое, что нужно уяснить, покупая даже самое бюджетное фортепиано, в первую очередь, вы покупаете именно процесс обучения на клавишных. Пока я не купил себе домой фортепиано, не продал синтезатор, я не играю на клавишных. Потому что мне было неинтересно. Объясню. Во время обучения и освоения музыкального инструмента, в первую очередь, на самом деле, вам важен не звук, а, повторюсь, вы, да, вы, как на медиклаву, можете сюда положить любое звучание самых дорогих, там, рояля в мире и так далее. Нет, но самое важное в этот момент, это обратная связь. Обратная тактильная связь и взаимодействие со звуком. То есть, например, гитаристы, поскольку канал гитарный, существуют здоровенные ламповые усилители. Такие большие, с кабинетами, динамиками. И они, конечно же, звучат лучше, чем вот такие компактные цифровые. Но гитаристы, 99% из них, предпочитают дома играть таких вот малышей. Цифровые компактные усилители, как и вот бывают цифровые компактные фортепьяно. Почему? Конечно, они не звучат, как полноценный ламповый здоровенный усилитель и кабинет. Но этого достаточно. Самое главное во время занятий и игре на гитаре, собственно, это именно тактильная обратная связь. Если у меня в руках качественный музыкальный инструмент, гитара, с нормальной настроенной обратной связью, он отзывчивый, он мне удобный. Я могу на нем заниматься, прогрессировать, осваивать новые навыки, учить композиции без проблем. Мне лишь нужно, чтобы звук, исходящий отсюда, был приятным и подходящим для этих занятий. Так вот, электронный фортепьяно, они не звучат, как дорогущие акустические. Даже если мы откинем ценник. Не звучат. Но они звучат достаточно для того, чтобы играть в кайф и на них заниматься. Так, это нам всем больше не понадобится. Ну, вам не понадобится. Мне это понадобится. Что касательно бюджетных цифровых фортепьяно. У меня выходило замечательное видео сравнение, где мы взяли самые ходовые модельки от всех компаний. Там была Yamaha, Cassie, Rockdale и вот был Grace. И сравнили их в мелочах. Бок-обок, голос-об-голос, лоп-лоп. То есть, где у кого лучше читаемость в нижнем регистре, у кого глубже ход сам по себе, качественные клавиатуры. Количество динамических оттенков, ходов, выходов, функционалов, относительные цены. Вот всё-всё-всё. Это видео будет по ссылке в описании. В подсказке, возможно, прикреплюсь здесь, если у вас работает. Переходите, посмотрите очень важное и интересное видео. Вот. Тогда я сотрудничал с магазином. Что и предоставил мне всё это великолепие для чистого сравнения. Всё, прям всё померили линейкой электронной. Вот. А потом это видео видели ребята из Grace. И прислали, сказали, давайте пришлём нашу самую ходовую модельку BP300. И там же люди заинтересовались и писали, а что такое за компания Grace. Поэтому давайте я сначала расскажу, что за компания. Потом конкретно, чтобы вы понимали, как происходит градация именно фортепиано. Опять же, есть начальные, средние, профессиональные. И по цене конкретно обозначим. Вот. И стоит ли там за что переплачивать. А потом уже вот об этом ещё расскажу пару слов. Уже. На котором мы сегодня и играем во всех ставочках. Полина, ещё раз большое тебе спасибо за то, что пришла и сыграла все эти модные композиции. Ну, как модные. В моём сердечке модные. Вот. Ну и в твоём получается тоже. Что касается компании Grace. Она изначально вышла на рынок США западный. Заняла там лидирующие позиции. А к нам действительно пришла недавно, как ребренд. То есть Grace это ребренд для Российской Федерации. И здесь они пришли 3 года назад и решили занять именно бюджетный сегмент. Потому что он остался пустой. Всё, что было в бюджетном сегменте, ценник сделал X2. Протом, что технологии не менялись уже лет как 10. И, например, всё остальное никуда не двигается. Вот. И да, несмотря на то, что они ориентированы на бюджетный сегмент. У них, если что, есть и акустические фортепиано, и с пиано диска премиального сегмента, если вам нужно. Но, в основном, базовый, базовый сегмент здесь находится. И на данный момент, с того, статистики, ловый пиано – это самый покупаемый, в принципе, фортепиано у нас в России. Да и, собственно, согласно, если вы придёте на Яндекс.Маркет, почитайте там отзывы, посмотрите дату этих отзывов. Они, кстати, все на 5 звёзд, все довольны. То будет видно, что действительно там сотни. На некоторых моделях там 200-250 отзывов уже есть. Вот. Что касается по сегментарному. Идёт наполнение. Самый начальный модель – это BP50. И в 50-ке у нас чуть динамики послабее идёт. Полифония идёт 81, тембров не так много. Но это всё равно уже полноценный фортепиано, что подходит для того, чтобы начать играть на клавишных. Чуть-чуть доплатив, можно получить 90, что у нас была на видео. И в ней уже 238 тембров. Там уже не только клавишные, но и всякие синтовые есть, и для детей уже есть. Есть два выхода под наушники уже, и динамики помощнее. Вот. Если доплатить ещё, то получается вот это вот BP300. Функционально она похожа. То есть у нас здесь тоже есть запись. Можно записать себя, послушать заново. Есть какие-то из вас там ошибки или нет. Тоже можно поделить клавиатуру на два участка. Заниматься преподавателем оба в наушниках, чтобы никому не мешать. Есть концертный вход и выход. То есть можете сюда загнать музыку и послушать через динамики, играть на фоне. Можете послать звук на микшер, чтобы у вас при этом остался мониторинг через динамики. Когда в Токате наушники звук пропадает. Здесь есть у нас, опять же, помимо тембров, ещё ритмы. В том числе их тоже огромное количество. Есть наложение звуков два сразу. Эффекты различные. Барабаны. Всё. То есть по максимуму такой напичканной уже. Компактная фортепиано. И здесь тоже динамики 50 ватт. Но полифонии уже 256. Педали реального типа. То есть если вы купите любой фортепиано в этом сегменте, то там будет квакушечка. Чтобы вы понимали. Это вот такая штука. Здесь же у нас идёт уже нормальная педаль. Реального типа она у меня. Я вам её покажу. На фотке такая красивая, блестящая. Но на самом деле она ещё и адекватная в пользовании ногой. Всё-таки это скорее как от швейной машинки. Что касается... Идём дальше. Существует ещё промежуточная модель двухсотая. И кстати сотая. Потому что каждая из этих моделей выпускается ещё в дереве. И было ещё одно у меня видео. Где описывалась градация между фортепиано компактными и в дереве. Когда за что стоит переплатить. И что вы получаете, купив фортепиано в дереве. Не только более мощный звук зачастую. Но и не только визуальный. Более такой премиальный внешний вид. Потому что интерьерный пианино это всё-таки приятный предмет интерьера в том числе. Так вот. Всё понятно. Пятидесятая начальная. Девяностое. Тоже уже поболгаче. Начальная. Сотая. Опять же начальная. Но она выпускается ещё в дереве. Двухсотая моделька. Это если вы уже хотите чего-то большего. Хотите повысить свой скилл. Когда-то закончили. Но уже не начинающий. И хочется удовольствия и развития. Далее переходим на трехсотые модельки. Вот это максимум функционал в компакте. И есть ещё она и в дереве. Была, по-моему, у нас тоже. В одном из видео. Да. Ну и флагман. Четырёхсотые. Там уже лучшие тембра. Там уже и он визуально смотрит совсем по-другому. Ещё более мощные динамики. Если здесь 16-ядерный процессор уже звучание реалистичное. То есть чем выше мы идём, тем ещё больше у нас оттенков, нюансов. Не только именно с помощью более мощных динамиков, что опять же продаёт обертона. Но и именно с точки зрения отработанности обратной связи, отклика от клавиш. То есть всё максимально понятно. Пятидесятка, сто. Пятидесятка, девяносто, сто идём. Это для начального сегмента. Двести. Это уже чуть больше звука. Уже именно обратная связь приятная. Уже для тех, кто когда-то закончил. Или же просто с самого начала хочет покупать инструмент посерьёзнее. Триста. Это уже функционал. Максимальная полифония. То есть именно 16-ядерный процессор. И четыреста. Самые идут флагманы. Говоря о самых ходовых моделях. Ну и там дальше идёт. Вот. Тут для каждого всё своё. Но первое и основное, что вы должны для себя именно уяснить. То, что подходя к основной нашей теме этого видео. Все эти девайсы всё умеют. То есть вы, опять же, вы можете и купить медиклаватуру. Но опять же, если хотите полноценное, нормальное качество. То придётся брать 88 клавиш. Они не дешёвые. Они дешёвые не бывают. А уж с молоточком механика, так тем более. Не получится сэкономить на отсутствие динамиков и мозгов. И даже в габаритах, если вы хотите всё-таки качественную клавишу. При том, что там далеко не всегда молоточковые. Всё-таки это манипулятор для создания музыки. Да, на них можно поиграть. С учётом многих. Но в первую очередь это манипулятор для создания музыки. Говоря о синтезаторах, это в первую очередь самоиграйка. В ней много тембров, много звуков. И да, это интересно в том числе. Поизучать, повключать. Но если ваша основная задача именно научиться играть в соло. И освоить механику клавишных инструментов, то я считаю, это только цифровой фортепиано. Никак иначе. Именно на них весь кайф, все ощущения передаются в максималочке. Именно на них ты буквально учишься и развиваешь свои руки. То есть не просто тыкаешь в нужный момент на нужную клавишу. А именно чувствуешь инструмент и прогрессируешь. И замечаешь, насколько твой скилл растёт. Вот. На сегодня, думаю, дал достаточно приличное количество информации для раздумий. Всё находится в одной ценовой категории, согласно качеству. Выбирайте только то, что нужно под ваши задачи. Ну и если что, пишите в комментариях. Вся информация будет по ссылкам в описании. Я всегда буду всем отвечать. Все комментарии буду читать. Также можете увидеть это видео на других площадках. Тоже смотрите. Вся информация есть в описании. Всё. До новых видео. Пока. И посмотрите предыдущие выпуски. Их порядка пяти уже. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»